Медведева Причина отключения долг, сумма которого на данный момент 1 миллион 600 тысяч рублей. Об этом всем известно. А вот о том, что еще год назад размер долга был на миллион больше и весьма скромное производство старается изо всех сил его уменьшить, в первую очередь поставщик электроэнергии забывает. К слову сказать, у директора компании ВАД Электросбыт Ирины Медведевой, которая и приняла решение об отключении Искры, с миллионами особые отношения. Осенью прошлого года она стала фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. На первом этапе разбирательства называли сумму не менее, чем в тот самый миллион рублей. А позже говорили даже о десятках миллионов. Расследование ведется до сих пор. Самое главное, что предприятие Искра единственное социально ориентированное в Саранске. 70% работников – инвалиды. В коллективе есть пять человек, полностью потерявших зрение. Для них это не просто работа. Это социальная реабилитация и интеграция. Трудоустройство инвалидов по зрению является высшей степенью их реабилитации, интеграции в социальное общество, чтобы они могли работать, получать дополнительный доход для своей семьи, для себя, для того, чтобы они чувствовали себя полезными обществу. Поскольку трудоустройство и работа на предприятии – это как личный стимул для человека, который имеет ограничения с такой тяжелой нозологией здоровья, как зрение. И, конечно же, это помощь государству. Большинство работодателей не горят желанием принять на работу инвалида. Тем более, что для этой особой категории людей нужно создавать специализированные условия труда. На Искре эти моменты отработаны годами. Да и государство раньше уделяло больше внимания предприятию, частично компенсируя затраты на коммунальные расходы. С недавних пор такой вид поддержки исчез. Но за последние несколько лет на Искре значительно увеличились объемы производства. Среди клиентов появились ключевые предприятия республики. Поэтому и удалось погасить больше трети долга перед фирмой ВАД. И готовы расплачиваться дальше. Только этим должникам тоже должны. В сложившейся ситуации, когда многие предприятия должны друг другу, у нас просто не хватает оборотных средств расплатиться вовремя за поставленную электроэнергию. В данный момент предприятие ЛИСМА нам должна больше 400 тысяч рублей. Если бы эти деньги были выделены, мы бы их, конечно, пустили на электроэнергию. Но так как тяжелая ситуация на многих предприятиях, у нас просто не хватает оборотных средств. Что же будет, если Искру погасят? Директор предприятия уверен, круг замкнется, отключит электричество, встанет производство. Нет производства, сорваны сроки поставок готовой продукции. Не успеют в срок, потеряют клиентов, которых с таким трудом искали. А значит, дохода не будет. Не будет дохода, ВАД электросбыт будет ждать расплаты дольше, чем могло бы быть при налаженном производстве. Так чего же добьются отключением электроэнергии? Инвалиды останутся без работы, предприятия с долгами, которые нечем гасить. Председатель регионального общества слепых уверена, сейчас самое время вмешаться республиканским властям. Иначе Искра не сможет разгореться вновь. Светлана Лашина, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова